На улице Добровольского в районе Тихой автобусную остановку меняют уже не в первый раз. Причина недолгой жизни ее предшественниц – опасный поворот поблизости и любители быстрой езды, которые в него не входят, а также недремлющие вандалы. Жители ждали этого уже давно. Ну будет новая остановка. Я правда думал, она будет стеклянная, но видимо еще культура жителей не позволяет, чтобы она была стеклянная, поэтому вот железная. Ну хотя бы так будет красиво, и то хорошо. Новенькая, освеженная уже много значит. Старый помятый павильон, рабочие приготовили к вывозу. Вместо него на остановке теперь стоит новая конструкция. Монтажники отмечают, что она усилена. Это, может быть, и не спасет строение от очередного промаха городских гонщиков, но точно защитит ожидающих автобус людей от переменчивой местной погоды. Ведь тихая, являясь воротами Владивостока, обращена к открытому морю. Дождь, морозь и крепкие ветра здесь не редкость. Просьбу жителей обратить внимание на проблемы услышал депутат Думы Владивостока от «Справедливой России» Александр Юртаев. Он оперативно решил задачу, найдя поддержку в установке павильона у местного предпринимателя, который, как и сам Юртаев, является жителем Тихой. Мы этот микрорайон любим, здесь живем. И у нас сегодня проблема была с остановкой на улице Добровольского, 15-13. Это как бы Ласточкино гнездо называется дом. И вот от строя КТС остались руины, остались недоделки. Ну или времени не хватает у кого-то, или просто, понимаете, средств нет. А здесь нашелся предприниматель, которым мы договорились. Я попросил, говорю, слушай, ну давайте сделаем остановку. Вот у меня на Тихой, ты на Тихой живешь. Вот, пожалуйста, сделай. Совместная работа депутата и предпринимателя действительно принесла свои плоды. За один световой день на месте груду металлолома выросла новая остановка, которую ждали жители. Такой социальный проект достоин стать примером и для других патриотов своего района. Илья Клименко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.